Всем-всем доброе утро, еще раз всех приветствую, рады всех видеть на нашей сегодняшней лекции. Сегодня это наша уже 14-я по счету публичная лекция, которую мы проводим в рамках проекта нашей организации общественного объединения Кадр-Кассиэт, имплементация решений договорных органов при поддержке Королевства Нидерландов. Сегодня тема нашей лекции – свобода от пыток. Данную лекцию мы также хотели приурочить к 26 июня, это Международный день поддержки жертв пыток. Сегодня лектором нашей лекции является кандидат юридических наук, эксперт общественного объединения Кадр-Кассиэт, Ибраева Анара Нурлыбаевна. Буквально пару технических моментов. Я попрошу участников не включать звук, если у вас, если лектор не даст разрешение задавать вопросы, давать комментарии. Звуки попрошу отключить, чтобы не создавать лектору помех задних. Если вы можете воспользоваться функцией чата, чтобы писать заранее свои вопросы и давать какие-то комментарии. Я думаю, что мы можем начинать. Анара Нурлбайна, вы здесь, как вы нас слышите? Сейчас я включу вашу презентацию. Доброе утро всем. И вот Мадина сказала не включать звук. Я попрошу вас, наоборот, включать звук, участвовать, помогать мне, потому что нам очень важно вот именно на этой лекции посмотреть ваш отклик, ваш отклик задать вопросы, может быть, связанные с актуальной ситуацией, с контекстом Казахстана. И еще что новое вот сегодня, это то, что мы не транслируем в Facebook лекцию, но она будет доступна в YouTube, на нашем канале под названием Dignity. Сегодня вы не увидите интересную презентацию. Я призываю вас участвовать, помогать мне, как я уже сказала, показывать свою экспертизу, потому что понятно, что многие уже обучились по подобной теме, и у вас может быть больше уже знаний, нежели чем в нашей организации, потому что мы специально сейчас не занимаемся свободой от пыток, но, между тем, ведем некоторые дела и готовим ежегодный индекс совместно, индекс по свободе от пыток совместно с несколькими странами, нашими партнерами, значит, в составе такой международной платформы, называется она платформа международной солидарности, гражданской солидарности. Сегодня, значит, тема свободы от пыток, и, Мадину, я попрошу следующий слайд включить. Первое, конечно, с чего мы начинаем, это с того, где место этой свободы. Как вы знаете, есть в концепции прав человека две части. Одна из них гласит, человеку разрешено все, что не запрещено законом, а власти дозволено только то, что закон позволяет. Из этой концепции исходит, ну, как бы, включает она в себя несколько терминов, вы видите их на слайде. Это достоинство, равенство, демократия и правовое государство. Основное, конечно, это права человека и свободы человека. И все, что касается пыток, с одной стороны, относится к плоскости правоотношений человек-государства, но когда, к примеру, возникает в отношении нашей темы ситуация, допустим, мы говорим бытовое насилие, все, что происходит в семье, или все, что происходит в учреждении закрытого типа, и тогда получается, что иногда бывает, что с двух сторон люди, не обладающие властью, то есть это уже не плоскость человек-государство, но когда мы говорим защита того, кто подвергся пыткам, страданиям, вот здесь возникает обязательство у государства вовлекаться напрямую и осуществлять такую защиту, предоставлять все поле, создавать те условия, чтобы такая защита была обеспечена. И в этой связи нужно понимать, что сегодня мы будем говорить не только о свободе от пыток, но и о других правах человека, потому что сопутствуют в сегодняшней теме многие права. На следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы увидите НПМ, такой значочек, да? Вот скажите мне, пожалуйста, что вы видите здесь на этом слайде? Видно ли вам что-то? Не видно. Очень мелко, очень мелко. Практически не видно. Ну, не случайно я сделала такой слайд для того, чтобы вы понимали, что именно такое отношение, когда не видно, когда не распознаешь, когда не продается должного значения международным документам, закрепляющим гарантии свободы от пыток. И они есть в двух видах или в двух формах. Документы твердого права, или мы говорим обязательные для той страны, которая ратифицировала договор или пакт. И документы мягкого права, которые устанавливают гарантии. То есть базовые стандарты, позволяющие больше оценить и понять содержание права. Так вот, когда мы говорим обязательные для государства, тут мы привыкли говорить, да, государство создает условия, и оно обязано, и то-то, то-то. И правозащитники всегда критикуют, что государство не выполняет, и прочее, прочее. Государство не создает условия для образования, государство то, государство это. В принципе, если мы возьмем законодательство или базу правовую, то надо сказать более или менее, в сравнении со странами Центральной Азии и другими, Казахстан выглядит довольно неплохо, потому что у нас криминализированы пытки, то есть есть статья в Уголовном кодексе, ее номер 146. Мы ратифицировали два договора, которые прямо запрещают пытки наряду с другими, но они специальные к нам, почему? Потому что государство еще и позволило подавать жалобы в Комитет ООН по правам человека и в Комитет ООН против пыток. В этом смысле важно понимать, что если в других странах Центральной Азии ситуация с соблюдением права от пыток, мы говорим, не такая уж выигрышная, то это касается не обязательно законодательства, это касается механизмов и процедур в том числе или же достижений государства, которые показывают нам, что работа ведется. Ну вот возьмем, к примеру, послание главы государства Касанджи Марта Тукаева от сентября прошлого года, который прямо закрепил, что с пытками надо бороться и нужно принимать меры для криминализации жестокого, унижающего достоинства обращения наказания. Прошло 9 месяцев, за это время рождается уже ребенок, даже ребенок. Но пока что мы видим только усилия, которые находятся в процедуре, в процессе. О чем я говорю? О том, что Генеральная прокуратура, да, инициировала проект закона, да, один раз обсуждалось это с обществом, на фоне не специального обсуждения, а на фоне пакета документов, которые в настоящее время, вот уже второй раз мы сегодня буквально будем тоже в 11 часов на представителя нашей организации участвовать в обсуждении, которое инициируется МВД. в пакете документов, касающихся реформ, ну, таких небольших реформ косметических, да, касающихся, значит, всего, что происходит в МВД относительно заключенных и относительно, значит, миграционной политики. Здесь надо отметить еще и то, что недолжное отношение к международным обязательствам, невнимательное соблюдение их, оно приводит, конечно, к различным последствиям, и в том числе по усилиям Казахстана, которые сейчас предпринимаются касательно вхождения Казахстана в Совет ООН по правам человека. Это один из главных органов ООН, и государство пытается сделать все, чтобы показать, что что-то происходит, что-то происходит в пользу прав человека. Но реальных изменений, будем говорить прямо, реальных изменений в практике, таких очевидных, не наблюдается. На следующем слайде, Мадина, переключите, пожалуйста, здесь вы увидите перечень документов, международных документов, совершенно разных, которые так или иначе гарантируют свободу отпыток. К нам прежде всего, то, о чем мы сегодня будем говорить, это статья 7 и 10 Международного пакта о гражданских политических правах и Конвенция против пыток. Еще два документа есть, на которые бы я обратила ваше внимание. Это минимальные стандартные правила обращения с заключенными или правила Нельсона Манделлы, это модифицированный вариант. И второй документ, это Стамбульский протокол, тоже рекомендован ООН, Генеральной Ассамблеи ООН. Почему на эти два документа обращаю внимание? Потому что на них обратили внимание два комитета ООН в тех решениях, которые касаются Казахстана. Значит, сразу назову эти решения относительно Стамбульского протокола. Это дело Дмитрия Ашимракишев. Рассмотрено комитетом против пыток и прямо указано Казахстану на то, чтобы правоприменители ссылались, применяли, использовали, следовали Стамбульскому протоколу. Этот документ ориентирован на представителей двух профессий, медики и юристы, и позволяет помочь следовать той инструкции, о которой говорит, в частности, комитет против пыток. Это первое, фиксация следов пыток, и второе, это расследование. Когда мы говорим минимальные стандартные правила обращения с заключенными, то здесь как минимум два решения есть. Они вынесены комитетом по правам человека, и в этих решениях первое дело это Мухтар Джакишев против Казахстана, второе решение – Жаслан Сулейменов против Казахстана. Комитет по правам человека, значит, привлек внимание государства на важность соблюдения вот этого документа мягкого права, или мы привыкли говорить рекомендательного характера. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, или правила Нельсона Манделлы, потому что у этих двух людей, героев решений, Мухтара Джакишева и Жаслана Сулейменова, не было доступа к необходимой медицинской помощи, когда они находились в заключении. И эта проблема, она связана в том числе и с вопросом о том, в чьей подведомственности находится медицинская служба. И вот сейчас Министерство внутренних дел, как я уже говорила заранее проводит второе слушание, общественное слушание в отношении вопроса о передаче этой медицинской службы из подчинения Министерства внутренних дел в Министерство здравоохранения. На следующем слайде, что мы увидим, Мадина, пожалуйста? Поколение прав человека. Свобода от пыток относится к поколениям прав человека, вернее, к первому поколению прав человека. Это гражданские и политические права и свободы. Что более важно для казахстанцев? Возможно, второе поколение прав человека. Мы говорим социально-экономические и культурные права. Свобода от пыток – это первое поколение. Но когда сталкивается человек с недоверием, когда сталкивается человек с несправедливостью, он идет защищать свои права. И вот здесь возникает важность прав первого поколения. Права первого поколения, многие из них считаются абсолютными, но их, по крайней мере, семь насчитывается. В таком документе под названием «Сиракузские принципы» толкования ограничений прав и свободы человека. Среди этих прав абсолютной является и свобода от пыток. Абсолютный характер означает, что нельзя ни при каких случаях, то есть непозволительно, ограничивать свободу от пыток, но не только, еще и свободу от жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения и наказания. Как всегда, мы забываем, потому что статья 7 факта о гражданских и политических правах в первой части говорит, да, запрещены пытки, а во второй части говорит, запрещены еще медицинские или научные опыты. Вот здесь, пожалуйста, задумайтесь, какова ситуация, когда мы говорим «важность защиты» или, да, «защиты» давайте так обозначим, защиты этого права на свободу от медицинских или научных опытов в сегодняшних условиях в связи с ковидом. Какие-то вещи я просто не буду доводить до вывода, позволяя вам самим давать оценку. Но относительно поколений прав человека следует сказать, что у человека порядка 50 прав, и свобода от пыток занимает центральное место. Почему? Потому что она связана напрямую с достоинством человека. Смотрите, не обязательно быть юристом для того, чтобы понять, что ваши права ограничиваются. При этом любой, даже ребенок ощущает, чувствует или осознает, может быть, да, что это ограничение происходит либо произвольно, то есть нарушение установленных законом процедур, либо вообще не предусмотрено законом это ограничение. Но человек чувствует, что здесь что-то не так. Почему он это ощущает? Да потому что задевается это человеческое достоинство. Мы говорим, что права человека есть у всех, и мы не говорим о правах личности, мы говорим о том естественном характере прав человека, с которым пакет, да, вот такой пакет прав, с которым каждый рождается и каждый умирает. И на следующем слайде, вот почему я оставляла пустые такие слайды, тоже, пожалуйста, посмотрите, подумайте над этим. В конце мы вернемся. Здесь я показала вам, что есть как минимум 4 разных видов документов, это принципы толкования ограничений. Если уж хотим ограничивать какие-то права, то важно руководствоваться вот этими принципами. Сиракузские, Лимбургские, Мастрихские, Йоханнесбургские. К сегодняшней теме относятся сиракузские принципы толкования ограничений, потому что они позволяют расценивать или оценивать, протестировать правильность ограничений именно прав первого поколения. Когда мы говорим, почему или ради чего, с какой целью можно ограничивать права человека, за исключением свободы отпыток и нескольких других, ради конкретных законам установленных целей или ценностей в демократическом правом государстве. Вот они перечислены. Это государственная безопасность или национальная. Это права и свободы граждан или людей, говорим. Общественный порядок. Это не то, что мы привыкли считать, когда полиция охраняет нас на улицах, к примеру, или охраняет памятник культуры, истории, архитектуры, или наслаждения и прочее. Общественный порядок. В его основе лежат права человека. Еще одна цель или ценность, ради которой позволено ограничивать некоторые права, это мораль и нравственность, действующая в обществе. Но здесь не названо пятое. Это интересы правосудия. Интересы правосудия, ради которой позволено ограничивать лишь право на справедливое судебное разбирательство, но в части, в части публичного разбирательства. И то не всегда, в исключительных случаях. Это должно быть обоснованно, мотивировано и соответствовать сиракузским принципам толкования ограничений. Повторюсь, что свобода от пыток носит абсолютный характер и не подлежит никаким ограничениям, никем, ни при каких обстоятельствах. Будь то чрезвычайное положение, военная обстановка или стихийные бедствия. Следующий слайд, пожалуйста. Определение пытки, как я уже сказала, содержится, помимо статьи 1, конвенции против пыток, то есть международный договор, который принят в наше действующее законодательство согласно процедуре ратификации. Процедура ратификации – это не простая процедура, это не просто принятие закона. Сначала оценивается на предмет соответствия нашему законодательству, чтобы что-то не противоречило. Иногда дается оценка, сможем ли мы обеспечить соблюдение этих прав, которые гарантированы договором, но так или иначе мы отмечаем, что первая часть – это государственный орган инициирует присоединение и ратификацию конкретно международного договора. Вторая стадия – это парламент голосует принять этот договор в наше действующее право или нет. Третья – это тогда, когда президент Казахстана подписывает закон о присоединении и ратификации к этому международному договору. То есть вот сколько стадий проходит, но еще вы знаете, что опубликование важно для того, чтобы закон вступил в силу. Итак, все эти стадии пройдены в отношении вопроса о присоединении и ратификации к двум международным договорам. Это Международный пакт о гражданских политических правах и второй – Конвенция ООН против пыток и другого жестокого бесчеловечного унижающего достоинства обращения и наказания. Определение пытки в нашем сегменте Казахстана, оно в части соответствует статье 1 Конвенции ООН против пыток. Почему в части? Потому что есть вопросы относительно объективной стороны, то есть что представляет собой действие или бездействие, которое мы квалифицируем как пытки. И вторая часть, когда мы говорим, что есть вопросы и нужно стремиться к улучшению этой нормы статии 146 Уголовного кодекса в отношении вопроса о круге субъектов, то есть тот, кто может быть привлечен к уголовной ответственности за пытки. Итак, что же такое пытки? Это причинение страданий. И всегда это умышленное преступление. Умышленное потому, что на этот умысел указывает наличие целей в диспозиции нормы. Диспозиция означает определение этого термина или основная часть, которая составляет преступление. На умысел указывает наличие пяти целей. Цели здесь вы видите – это получение информации, сведения ли и признание. Это наказание, это принуждение и это запугивание. Либо еще по иной причине, основанной на дискриминации любого характера. Все эти цели, да, названы в статье 1 Конвенции. Но, как я уже сказала, есть вопрос, когда мы говорим, что в нашем Уголовном кодексе запрещено. В казахстанской статье 146 вы не увидите запрет на жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения и наказания. Что сейчас предлагается государством внести в Уголовный кодекс? Потому что это было заключение, правильно название документа, который издает по результатам заслушивания доклада правительства в Женеве, в двух комитетах ООН. Это заключительное замечание комитетов ООН нашему государству. Последние такие были в 2016 году, если мы говорим, комитет по правам человека. И там тоже сказано, что вот эту статью 146 нужно провести в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток. В данном случае речь идет о дополнении других видов плохих обращений и наказаний в наш кодекс дополнений и изменений. Что сейчас предлагает государство внести не в статью о пытках, а в статью об истязаниях? Это определение жестокого, унижающее достоинство обращения. При этом бесчеловечное, оно не предусматривается в инициативе нашего государства. Что я могу сказать в отношении этого вопроса? Что первое, да, жестокое обращение с животными криминализировано в Казахстане, а жестокое обращение с людьми нет. Это первое. Второе, что жестокое, унижающее, бесчеловечное обращение и наказание – это не истязание, это запрет пыток. Есть разница между этими составами, и к истязаниям они не имеют никакого отношения. Чем отличаются пытки от жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения и наказания? Это несколькими, возможными, потому что не всегда этот перечень отличий есть, присутствует несколькими признаками. Первое – это наличие цели, как я уже сказала. Повторюсь, в пытках важно то, что мы перечислили уже, это получение средних признаний, наказание, запугивание, принуждение и дискриминация. В жестоком, унижающем бесчеловечном обращении эти признаки не обязательны. Чем еще отличаются? Последствиями интенсивностью, порогом ощущаемых страданий. Интенсивность означает увеличение по содержанию и сокращение по времени. То есть чем чаще и чем сильнее причинение боли или страданий, вот от этого многое зависит. Наша статья 146 выделяет три части. И по первой части, как вы видите, наказание составляет достаточно такую легкую санкцию. Мы говорим, что по первой части, чтобы привлечь человека за пытки, важно, чтобы последствием было причинение легкого вреда здоровью. По второй части вы здесь уже увидите с причинением средней тяжести вреда здоровью. И по третьей, это должен быть либо тяжкий вред, либо по неосторожности повлекший смерть потерпевшего. Какое наказание предусмотрено, вам тоже понятно. Мы говорим, что конвенция ООН против пыток, и мы ориентируемся на этот международный договор. Так вот, он говорит, что наказание за пытки должно быть тяжким, таким же тяжким, как и сами пытки. Как определить тяжесть? Тяжесть определить достаточно легко, потому что, когда мы говорим, это не только, значит, что такое тяжесть, да? Тяжесть или тяжкий характер пытки. Значит, в данном случае первый фактор – это будет порог страданий, которые каждый человек оценивает по-разному. Второй фактор, который подлежит оценке, как часто или насколько вообще проходят последствия этих пыток. Вот в пытках, как раз-таки, это второй фактор, они никогда в жизни человека не забываются. И именно это принимается во внимание, когда мы говорим, когда человек забудет об этом. Ведь память – это такое свойство, все забывается. Но вот что касается пыток, исследователи пришли к выводу, что практически это приравнивается к жертвам войны. И пытки никогда не будут забыты человеком. Они всегда в качестве воспоминаний, по крайней мере, проявляются. И в этом тоже состоит тяжесть. Когда мы говорим оценочные понятия в уголовном кодексе, это достаточно сложно для правоприменителя и для понимания простого человека. Оценочные понятия – это такие, как, например, разумный срок или страдания и так далее, и так далее. Вот в данном случае вот эти страдания, они представляют проблему для правоприменителя, который, может быть, и хочет расследовать пытки, но не знает, как доказать. И мы достаточно часто проводим обучение по Стамбульскому протоколу, где раскрываем, как правильнее было бы расследовать или было бы эффективнее расследовать дела о пытках и как правильнее доказывать. То есть в данном случае человек, который расследует, а это, значит, преступление предусмотрено статьей 146, а это согласно уголовно-процессуального кодекса только два государственных органа. Один из них – Министерство внутренних дел в отношении пыток, которые допущены представителями финансовой полиции в прошлом. Сейчас это агентство по борьбе с экономическими коррекционными правонарушениями. И наоборот, финансовая полиция рассматривает дела о пытках, которые были допущены Министерством внутренних дел, представителями. Но есть еще фигура процессуальная такая, как прокурор. И прокурор, как вы знаете, может взять любое дело для расследования себе, и даже была инициатива Генеральной прокуратуры 4-5 лет назад. И этот проект назывался «К обществу без пыток», в рамках которого происходил пилот, где специальные прокуроры брали для расследования дела о пытках. Тогда наблюдалась небольшая разница в том, что именно прокуроры способствовали эффективному расследованию, потому что это все было в фокусе внимания, в принципе, нескольких государственных органов. Это была специальная программа, которая предполагала публичные результаты, доведение общественности и так далее. Но это было очень отрывочно, отрывочно с точки зрения того, что подобное отношение к расследованию дела о пытках должно быть всегда, а не только в рамках пилотного проекта. Мы говорим, что центральная фигура при этом, тот, кого следует защищать от пыток, это человек. И человек должен быть проинформирован обо всем, что происходит в период расследования. Мы сейчас имеем в виду жертву или потерпевшего, как это указывается в нашем уголовно-профессуальном кодексе. Однако сразу поясню, что жертвой пыток является не только сам человек, но еще члены его семьи, потому что они тоже страдают. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить переживания, которые касаются близких. Когда что-то происходит с родными, всегда это касается нас. Вот из такого принципа исходя, международные документы в том числе, к примеру, основные принципы или правила, касающиеся защиты жертв, грубых нарушений гуманитарного права и прав человека. Этот документ, он содержит определение жертва нарушенных, чьи права нарушены. Так вот, он включает в себя определение этого термина и говорит, что да, жертвой, чьи права нарушены, в том числе жертвой пыток, является не только сам человек, который пострадал от этого нарушения, но еще и члены его семьи. Более того, те люди, которые оказывали ему помощь, помощь какую, скажем, правозащитник, который защищает предполагаемую жертву пыток. Этот правозащитник может публично заявлять, этот правозащитник может идти в полицию, в суд, в прокуратуру и там защищать. Этот правозащитник может писать жалобы или готовить сообщения в комитет ООН и так далее, и так далее. То есть, если в отношении человека оказывается какая-либо угроза давления и так далее, в связи с тем, что он осуществляет помощь или оказывает защиту, это может быть и врач, и социальный работник, и психолог, на которого оказывается давление, то так или иначе, вот эти люди тоже, согласно определению указанного на ранее документа ООН, также приравниваются к жертвам пыток. То есть, это нужно четко осознавать, когда мы говорим, что да, в Казахстане есть случаи, и первый случай, когда жертвами признаются также и правозащитники. Но это признание, это признание гражданского общества. Первый шаг, как вы понимаете, к тому, когда защищаются права, это признание наличия нарушений этих прав. Какая-то определенная работа очень заметна через доклады комиссии по правам человека при президенте, потому что ежегодно, подавая свои доклады, вот этот консультативно-совещательный орган при главе государства докладывает президенту о том, что да, вот пытки есть, и нужно принимать такие-таки меры. К сожалению, как я уже говорила, практика не особо отличается от того, что было 10 лет назад. Практика, я имею в виду защиты вот этой жертвы, главной фигуры, информирование, вовлечение ее в процедуру расследования и доказывания. Потому что если расследователь не спросит у человека, испытывал ли ты страдания, то ничего дальше происходить не будет, потому что это главная формула или главная составляющая, или главный признак, или, мы говорим, элемент состава преступления, пытки. А что происходит у нас? У нас происходит массовое прекращение по делам, в которых имеются сообщения о пытках. При этом те, кто расследует или производит проверку, они даже не задают вопрос, человек испытывал страдания или нет. Как я уже сказала, каждый испытывает эти страдания в разных формах, по-разному. Именно поэтому мы говорим, очень важно учитывать особенности, возраст, к примеру, состояние здоровья, пол, наличие гражданства. То есть мы сейчас перечисляем такие статусы человека, они могут быть социальные или правовые, которые определяют степень вот этих страданий. Если это ребенок, что достаточно ребенку для того, чтобы он страдал? Или если это взрослый мужчина, который несколько раз или имеет несколько судимостей, для него, конечно, не в новинку будет оказаться в местах заключения, но какой порог страданий должен быть вот у этого человека? И прибавьте туда, что этот человек, к примеру, лицо с инвалидностью. Вы можете туда прибавить, что он не является гражданином Казахстана. Вы можете туда прибавить, что у него нет семьи и социальных связей и так далее, и так далее. И получится такая картина, когда мы такого человека должны в нескольких, в несколько раз, то есть в большей степени защищать. Должны, почему я говорю, потому что есть обязательства не только у государства, но и общества не замалчивать такие сообщения о плохом обращении. Когда общество проходит мимо, мы все понимаем и все знаем, что с детьми нужно обращаться по-особенному. Но когда мы знаем, например, допустим, из исследований ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН, что в Казахстане каждый четвертый ребенок подвергается жестокому обращению, что следует в качестве вывода. А то, что взрослые просто не обращают внимания, недооценивают, не признают наличие подобных нарушений. Вот с этим что-то тоже нам нужно делать, не просто предъявлять требования государству, но еще и строить диалог внутри общества. Если у вас на сейчас возникли какие-то вопросы или вы хотите поделиться своей рефлексией, вы можете, пожалуйста, включить микрофон. Прошло у нас где-то полчаса. Я думаю, это время для небольшой дискуссии, может быть, 10 минут. Но пока еще с определением пытки мы не закончили, сразу скажу вам. Пожалуйста, уважаемые участники, вы можете сейчас свое мнение сказать, отрефлексировать, либо задать вопрос. Здравствуйте, Анара. Здравствуйте, Геннадий. Ну, я вот то, что вы сейчас перечислили, ну, прям, все прям как про меня. То есть, если взять самые пики тех фактов, которые вы говорили, все относится прям как про меня написано. То есть, все, что вы говорили, все применилось конкретно на моем примере. Если вы позволите, то я могу тезисно постараюсь быстро и объяснить, что со мной произошло. Да, пожалуйста. Ну, вот, наверное, многие знают всю историю, которая была со мной. Кто-то, наверное, не знает. Во время, в прошлом году, во время блок-аута, мы с гражданским активистом Юрий Маленьких освещали работу блок-постов. Указывали на недостатки, указывали на недоработки. В общем, я полагаю, что мы помогли там даже спасти многое жизни, потому что наша работа была очень нужная в то время. Потому что власти сами еще пока не знали, как провести эту работу. Я медик, мой коллега инженер. Мы указывали на определенные недостатки, видели, где брались взятки, как все проходило. И поэтому мы оказались неугодными. Во время прямого эфира, можно сказать, я освещал работу блок-поста. Но, тем не менее, мы потом оттуда спокойно ушли. Но, когда позднее Юрия Николаевича Маленьких, через три дня, меня через месяц вызвали в суд и сказали, на вас есть административные дела по пяти рапортам, что вы оказывали неповиновение сотрудникам полиции. Ну, собственно говоря, нас засудили, его на три дня, меня на десять дней. Во время прохождения суда я сразу заявил, что объявляют сухую голодовку. Объявил сухую голодовку. Ну, и меня водворили в специальный приемник временного содержания для административно задержанных, арестованных. Сразу, можно сказать, пытки начались с самого момента, с самого начала. Все сотрудники были без масок. Все, что там происходило, было полное антисанитарии. Это был самый пик распространения коронавируса. Нас поместили в общую камеру, вместо того, чтобы в карантинную зону. Нас набили там 10 человек, мы находились вместе с другими задержанными. То есть там можно было заразиться всем, чем угодно. Я так полагаю, это было даже сделано специально. В общем, во время прохождения этого срока я писал многочисленные жалобы в разные инстанции. От санэпидстанции до головы МВД. Тем не менее, в общем, я голодал. Пять дней с какой голодовки. Я жаловался на работу фельдшера, который вообще не выполнял свои должностные инструкции. И в определенный момент, в один день тоже у меня было повышенное давление. Вызвал скорую помощь. Она приехала, ну, показали некоторую помощь, уехали. Далее меня вызвал к себе начальник этой тюрьмы. Меня под руки к нему привели, потому что уже ходить я не мог. Это уже был пятый день сухой голодовки. Он на меня на повышенных тонах начал орать, какое я имею право везде жаловаться, кричать свои права дословно. И, в общем, со мной произошел инсульт. Я упал на пороге его кабинета. Вызвали скорую помощь. Приехала скорая помощь. У меня была парализована правая сторона тела. Язык еле ворочался у меня. Вот такая вот ситуация. Причем, когда я был в полусознательном состоянии, я слышал, но не мог говорить, только мычать мог. Не мог даже разговаривать. И все сотрудники этой тюрьмы, друг друга перебивая, кричали, что он косит, он косит, не верьте ему. Уезжайте, он косит, он врет. Я не мог себя... Геннадий, я извиняюсь. Давайте я чуть-чуть вклинюсь, если позволите. Вот такая же ситуация. Он косит, да, выражение просто. Я зацеплюсь сразу. Была в отношении ситуации с Дмитрием Ракишем. 29-летний, господи, что со мной сегодня. 29 лет ему было. Статус его был наркоман и алкоголик. 29-летний парень, который оказался в ИВС, только на основании того, что ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей за совершение ряда краж. Вот в этом он подозревался. И он косит было заявлено именно сотрудниками учреждения закрытого типа, то есть изолятором временного содержания, в случае, когда он жаловался на плохое состояние здоровья. Неважно, что у него было, главное поступила жалоба. И должным образом администрация учреждения не отреагировала. В результате человек умер за 10 дней содержания ВВС. Я вот на это обращаю внимание, потому что некоторые сотрудники закрытых учреждений берут на себя те полномочия специалисты, которыми они не являются. Мы говорим о медицинской службе. Если сотрудник ИВС или другого учреждения закрытого типа не является медицинским работником, он не имеет права давать оценку состоянию здоровья. К тому человеку вызывалась скорая помощь каждый день по нескольку раз. Более того, его вывозили в поликлинику, где врач-травматолог дал направление на экстренную госпитализацию с отметка цито, немедленно. Более того, его накануне дня фиксации его смерти вывозили в больницу, где три врача отказали в госпитализации. Только по причине, что якобы в данном случае у Ракишева нет показаний для госпитализации именно в хирургию, хирургическое отделение. Но никто тогда, на тот момент, не обратил внимания из тех, кто, ну, наверное, более или менее был независимым, скажем. Потому что очень важно в нужный момент отреагировать. И вот здесь никакой реакции не поступило. То есть единственная палата для конвоируемых была в хирургическом отделении. И показаний для госпитализации только в хирургии не требовалось. То есть здесь речь идет, почему я рассказываю эти случаи, для того, чтобы вы понимали, какие случаи, возможно, для понимания вами, возможно, существуют в нашей практике казахстанская, чтобы обращать на них внимание. И то, что вы описываете, вам огромное спасибо. Никто не может, кроме медика, дать характеристику. Но и даже медицинские работники, заметьте, в данном случае никто не был привлечен к ответственности за исключением начальника изолятора временного содержания. Я, как сейчас, помню его фамилию. Дулат Абета. Наверное, я призову вас помнить такие фамилии. Потому что этот человек, да, он был осужден. Но за халатность. К трем годам лишения свободы и председатель суда города Степногорск применил амнистию, освободив его от основного наказания. Ему осталось только дополнительное наказание. Это лишение специального, лишение определенного права или занятие определенной деятельности на срок до трех лет. Вот эта неопределенность до трех лет, она тоже непонятна. И через время, получается, человек может занять ту же деятельность сотрудника полиции. Никто, видимо, не проверяет этого. И если это будет в поле зрения мониторинга общественности, это было бы тоже хорошо. Есть проблема еще и с тем, что человек подал жалобу, его дальше этапировали в другое учреждение, и за его судьбой также никто не отслеживает, не обращает внимания. А может быть, что-то с ним случилось. И право на подачу жалобы, которые вы отметили, то есть ваш кейс, это как конкретный кейс, когда мы говорим, есть элементы, очень похожие в ситуации с теми, по которым уже комитет ООН против пыток вынес решение против Казахстана. И было бы хорошо, если бы вы в своей практике, в своих кейсах использовали прецеденты, о которых мы говорим. На сегодняшний день против Казахстана есть признаны нарушенными, значит, где признаны нарушенными права человека и свобода от пыток, в частности, это 16 решений двух комитетов ООН. Всего вынесено 49 решений, уже и по другим правам, да. Но 16 из них, это треть, смотрите, треть, 30% от всех дел на сегодняшний момент, где государство на международном уровне признало, вернее, значит, признано нарушителем этих прав. И это ведь не моя выдумка, не выдумка какого-то органа или организации, это конкретное решение целого органа ООН, договорного органа, по которому Казахстан принял обязательства. И в данном случае мы говорим, что вынесено такое решение, это значит, Казахстану нужно предпринять конкретные шаги, принять четкие меры для того, чтобы не допускать впредь. И если бы вы в своих жалобах использовали вот эти прецедентные решения, было бы отлично, потому что каждый из нас с вами таким образом формирует общественное сознание, формирует практику, образовывает представителей тех государственных органов, от которых зависит соблюдение наших с вами прав или прав человека. Геннадий, давайте два слова вам еще я дам в качестве последней рефлексии, и мы дальше перейдем, если не возражаете. Я просто хочу закончить и сказать, чем был финал, собственно говоря, всей истории. В общем, та скорая помощь, которая оказала мне помощь, предложила мне госпитализацию, я отказался, так как мне в этот момент, в этот день должно произойти апелляционный суд, должен был приехать в тюрьму. И поэтому я в полусознательном состоянии, тем не менее, подписался, они уехали под давлением еще, тем более, сотрудников тюрьмы. Далее, там произошло самое страшное, что могло произойти вообще в моей жизни. Начальник тюрьмы дает распоряжение меня перевести в другую камеру. Меня волокут сотрудники полиции в другую камеру, притаскивают туда, потому что это пятый день сухой голодовки, на ногах я уже не стоял. Правая сторона только начала восстанавливать свои функции, язык еще еле-еле ворочался. Меня закидывают в эту камеру, в другую, полностью набитую людьми. Там было одно только место, куда можно было сесть. Я туда сел, тут же ко мне подскакивали два качка, раздетые до... То есть торсы у них были обнаженные. И они с двух сторон, махая кулаками у меня перед лицом, стали угрожать мне, что я до утра не доживу, что ты тут неугодный человек, что ты на всем вредишь. В общем, ты паразит общества. Мы тебя хотим наказать. После чего я стал вырываться и начал стучать в двери. Пришла охрана. Охрана пришла, но я стал вырываться наружу. Охранники меня впихивали обратно. Я кричал, убивают, помогите. А вот эти два качка меня за руки обратно в камеру втаскивали. То есть два мента сверху тащат меня, припихают внутрь. Два качка меня за руки внутрь втаскивают. Каким-то образом, я не знаю, все тело было обессиленное, но, видимо, на адреналине я вырвался и побежал в коридор. Как побежал? Как попал, можно сказать, пополз. В общем, меня догнали и обратно стали тащить в камеру. Тогда мне ничего не осталось делать, как схватиться за ручку двери и нанести себе несколько ударов головой об ручку, чтобы мне пошла кровь с головой. После этого подошел начальник тюрьмы, когда я лежал на полу, насмехаясь, сказал, ну ты что, все теперь, ты понял? Я так и сказал, понял. Если можно, прошу прощения. Вот здесь вот поступил вопрос от одного из участников, Марата Румбетов, суть монолога Геннадия в чем? Давайте я немножко поясню. И если можно, вы хотите, может быть, давайте так адресую вам вопрос, хотите ли вы сказать, чем вообще завершилось? То есть получили ли вы какую-то защиту, если вы подали жалобу? Да, нет? Нет, я ничего не получил. А вы подавали эту жалобу? Я все, что угодно подавал, во всей инстанции. Хорошо, спасибо, понятно. Теперь, смотрите, если мы говорим, примеры, примеры очень важны для того, чтобы понимать, что являются пытками. Но кто может помочь, какой специалист в том, чтобы доказать, что пытки были или пыток не было? Это специалисты достаточно узкие, психолог или психиатр. Специалисты выделяют четыре стадии разных страданий. И по этой части у нас есть курс специальной подготовки, который дает характеристики, четкие критерии, термины и понимание, где меньший уровень страданий, где больше. Почему я об этом говорю? Потому что в Конвенции ООН против пыток, статья 1, есть такой термин – сильная боль. Вот его нет в нашей статье 146 казахстанской. И пытки – это причинение страданий. Теперь вопрос кем? То есть будут ли пытками, например, случаи буллинга? Буллинг в школе. Буллинг, если кто-то не знает содержание этого термина, я скажу, когда происходит травля одного ребенка или группа детей над другим или группой детей. Школа – это не закрытое учреждение. Это образовательное учреждение, открытое. И если это происходит, что случается? Случаются очень разные последствия. И последствия, может быть, здесь важные, а может быть, это целая процедура, последствия которых будет позже намного. В пытках то же самое. Последствия могут быть неочевидны сразу, они могут проявиться намного позже. И здесь, когда мы говорим, кто может или ответственен за причинение страданий человеку, то по статье 146 это три вида субъектов. То есть есть в составе преступления, пытки, четыре элемента. Объективная сторона – объект, субъективная сторона – субъект. Если объективная сторона – это причинение страданий, физических и или психических, объектом пыток является конституционное право не быть объектом пыток, предусмотрено статьей 17 основного закона страны. Субъективная сторона – это всегда умысел, на который указывает наличие цели в диспозиции и нормы. И субъект – это три основных… Почему я говорю основных? Дальше поясню. Три основных актора, как мы говорим. Что это означает? Это общий субъект пыток. То есть кто может понести ответственность за пытки? Любое физическое лицо, но не само по себе, а тот, кто действовал по подстрекательству сведомо- или молчаливого согласия должностного лица. Должностное лицо – это второй субъект. И здесь вы видите на слайде следователь, лицо, осуществляясь от дознания, или иное должностное лицо. Так вот, следователь, дознаватель – это тоже должностные лица. И было бы, в принципе, неплохо, если бы следователь, дознаватель были бы вынесены… Это специальные субъекты, мы знаем, в которых есть четкое предназначение как представителей власти, есть конкретный объем полномочий, компетенция на совершение каких-то определенных действий по расследованию, по проведению дознания и так далее, согласно УПК. Но в некоторых странах следователь-дознаватель – это квалифицирующий признак, то есть тот, кто должен нести особенную ответственность, потому что их цель – это охрана прав граждан или человека. Но если они допускают пытки, то ответственность им должна быть более серьезная, более тяжелая. Поэтому в некоторых странах они выделяются в качестве специальных субъектов только с конкретной целью – усиления их ответственности. Здесь же, как вы видите, в статье 146 особенной ответственности они не несут, поэтому если их исключить, то это будет абсолютно безболезненно. Если оставить должностное лицо, это достаточно нормально, потому что следователь-дознаватель – это и так должностные лица. То есть, грубо говоря, в нашей статье 146 масло масляное. Третий вид субъекта, который отсутствует в статье 146 Уголовного кодекса Казахстана, но он есть в статье 1 Конвенцией ООН против пыток. Это лицо, выступающее в официальном качестве. Например, воспитатель в детском доме, медицинский брат в психиатрической больнице, охранник в каком-то из социальных учреждений, например, для лиц с инвалидностью или в домах престарелых и так далее, и так далее. То есть, это лицо, которое выполняет квази-государственные или квази-контролирующие функции, может быть, в учреждении государственном, может быть, в учреждении частном, то есть, не являющимся государственным, но имеющим некоторые полномочия как государственные, допустим, те же детские деревни. Раньше у нас были, ну вот, может быть, кто-то помнит, медицинские вытрезвители. Сейчас я вижу, что они периодически, ну, о них, по крайней мере, начинают говорить, что будет создан там, будет создан там. В какой форме он будет создан, возможно, это, конечно, будет, наверное, государственный орган, но есть большие опасения, потому что был случай в Актау, когда техничка, заметьте, техничка, которая моет полы, шваброй, изнасиловала мужчину, попавшего в медицинский вытрезвитель. Ой, простите, это не было в Актау, это было в каком-то другом городе. В Актау был случай, когда дежурный ударил человеку в глаз задержанному и выбил этот глаз ему. То есть, когда мы говорим в случае пыток, то, конечно, последствия тоже важны для квалификации, но само по себе причинение страданий, вот это, это тоже то, на что нужно обращать внимание. Еще раз повторюсь, интенсивность целей и прочее. Но здесь еще важно и то, что, чтобы, может быть, вы помнили, цели, которые названы в диспозиции нормы статьи 146, то есть в описании, что это такое пытки. Это наиболее распространенные цели, не обязательно, только они должны присутствовать. Цели могут быть и другие. Личная неприязнь, коррупция там какая-то, да, в этой связи, может быть, запугивание, шантаж или что-то похожее, корыстные какие-то цели. Любая другая мотивация, которая может возникнуть в данном случае, самое главное, чтобы это был с одной стороны представитель государства и должностное лицо в одном качестве, сведомо о помолчалимом согласии или с пострекательства которого, он может быть и напрямую, действовал любой человек, не обладающий такой властью, не являющийся должностным лицом. Например, заключенный сбивает заключенного или плохо относится к нему. Что выражается, к примеру, вы знаете, есть так называемая категория отверженных, и я не перестаю говорить, что в каждом из учреждений уголовно-исполнительной системы Казахстана есть плохое обращение, потому что существование вот этой категории и ничего с ним не делания со стороны государства, оно позволяет утверждать очень четко, конкретно, что если государство не вмешивается, не защищает, не реагирует людей из категории отверженных, то есть это те люди, которым нельзя прикасаться, иначе ты попадешь в ту же категорию. Это те люди, с которыми даже нельзя сидеть рядом или брать предметы, которые находились у них в руках, иначе ты попадешь в эту категорию. А что означает, ты попадешь в эту категорию? С тобой будет обращаться унижающий, бесчеловечно и жестоко, потому что вот именно такие критерии оценки используются в международном праве. И до тех пор, пока эта категория будет иметь место или существовать в нашей практике казахстанской, этот вывод будет оставаться, что в каждом учреждении уголовно-испонтной системы есть плохое обращение. Что с этим делает государство, это уже вопрос. Если вам доступна эта публичная информация, то хорошо. Но если вы посмотрите на сайт МВД, особенных мер, которые были направлены на прекращение такого обращения, я, по крайней мере, не наблюдаю. Возможно, у меня ограниченная информация, но я периодически просматриваю сайт и не вижу никакого принятия мер. Итак, мы с вами остановились на том, кто такой субъект. определили, что есть отличие казахстанского определения пытки от конвенционного. И оно в двух местах наблюдается. Первое, боль в нуждевой стороне, то есть действие, бездействие какое. У нас отсутствует сильная боль в качестве признака. И второе, по признаку субъекта, то есть тот, кто может быть признан виновным, это лицо, выступающее в официальном качестве. Ну вот, что я еще должна отметить, это то, что есть усилия правоохранительных органов и специальных органов Казахстана в данный момент, что они хотят внести определение этого термина и в качестве субъекта вот как раз таки в состав пыток. Но хотят, это еще не внесено, поэтому на сегодняшний момент проблема остается. На что еще обратить внимание? Когда люди будут понимать, чему причиняется вред пыткам, вот тогда будет легче доказывать. Например, когда мы говорим, что такое объект пыток. Это ценности, это область правоотношений, которым причиняется вред. Из истории мы можем посмотреть, когда была введена статья пытки в Казахстанский уголовный кодекс. Это произошло в 2002 году. Практически 20 лет назад, грубо говоря, что мы видим на сегодня? Объект пыток менялся во времени. На тот момент, в 2002 году объектом пыток признавались интересы правосудия и порядка исполнения наказания. То есть главными правоотношениями, которым причинялся вред, государство признавало интересы правосудия и порядок исполнения наказаний. В 2011 году, то есть спустя 10 лет после введения этой нормы уголовный кодекс, отношение государства поменялось. И тогда было признано, тогда был инициатор генеральной прокуратуры этих изменений, перенесение статьи 347-1, она на тот момент была, из 15 главы уголовного кодекса во вторую главу. То есть почему я называю номера глав в особенной части уголовного кодекса? Потому что, так что вы представляли, в теории уголовного права уголовный кодекс строится следующим образом. Особенная часть это родовой объект, то есть главные правоотношения, которым причиняется вред. Например, есть преступления против правосудия, порядка исполнения наказаний, преступления в отношении несовершеннолетних, воинские преступления и преступления против, к примеру, конституционных прав и свобод. И в данном случае государство осознало, что более важно защищать это нужно в пытках конституционные права. Таким образом, нужно себе представлять, что такое родовой объект пыток. Это конституционное право каждого человека, не только граждан, но каждого человека не быть объектом пыток. И это предусмотрено статьей 17 Конституции. Это первое. Второе. В зависимости от целей, в соответствии с которыми пытки имели место или допускались, применялись, то есть в зависимости от целей возникает вопрос, какой еще объект пыток будет иметь место, например. Допустим, если мы говорим запугивание, то здесь нужно зафиксировать такую психическую реакцию в виде страха у человека. Эту реакцию может фиксировать психолог. Опять-таки мы возвращаемся помимо фиксации наличия или отсутствия факта страданий, психолог еще помогает зафиксировать вот этот признак в виде целей. Если мы говорим наказание, то здесь важно определить наказание, которое предусмотрено уголовно-исполнительным или Кодексом об административных правонарушения. Если оно предусмотрено, то это одно, тогда мы смотрим на вопрос, каков порядок был назначение этого наказания. Но с другой стороны, этот вид наказания может быть не предусмотрен в названных мной кодексах, и тогда будет вывод следовать, что наказание было произвольным. Виды наказаний совершенно разные. К примеру, мы говорим, что уголовно-исполнительный кодекс в отношении заключенных устанавливает целый перечень взысканий, которые могут назначаться начальником учреждения и по процедуре выноситься в виде постановлений. Наказание можно обжаловать, но не всегда этим правом пользуются заключенные. эти виды наказаний предупреждения, взыскания помещения, дисциплинарный изолятор и так далее. И здесь возникает вопрос. Например, я знаю случай, когда в колонии в городе Житогора, это там, где отбывают наказание лица осужденных по жизненному лишению свободы или к смертной казни, которым это наказание было заменено на ПЛС, то есть по жизненному лишению свободы. Лишение свободы. И один человек у нас есть такой в Казахстане, он только один, в Аркалыке, уже в другой, именно в тюрьме, а не в колонии. Это единственное учреждение в Казахстане под названием тюрьма, как форма учреждения. Там содержится человек, осужденный к смертной казни, который не подает ходатайство о помиловании на имя президента для того, чтобы смертную казнь ему заменили на пожизненное лишение свободы. И вот это тоже представляется вопросом для государства. Что делать с таким человеком? В каких условиях его содержать? Как с ним обращаться? И так далее, и так далее. То есть сказать о том, что в Казахстане сейчас нет людей, осужденных смертной казни, мы не можем, потому что они есть. Хотя это один человек, хотя бы который в чистом виде не просит президента его помиловать. Но есть люди, которые, находящиеся в ПЛС, годами содержатся в одиночной камере. Почему я этот случай хочу вам рассказать? Для того, чтобы вы понимали, что есть такой стандарт международный ОНОВСКИ. Одиночное заключение запрещено длительное. Например, более 15 дней считается уже нарушением свободы от пыток. А люди, которые содержатся, отбивают наказание в ПЛС в Житогоре, один человек более года содержится в одиночном заключении. Почему? Потому что с ним никто не хочет содержаться вместе. У него есть психиатрический диагноз, и он что только не делает для того, чтобы с ним невозможно было содержаться. Но это не проблема этого человека, это проблема для администрации учреждения. Как-то администрация учреждения что-то должна с ним сделать, чтобы не содержать его в одиночном заключении целый год, потому что вы сами можете себе представлять, 5 лет содержания в заключении означает полное изменение психики человека. Более 5 лет считается, что уже безвозвратно потерян человек. Это многие исследования говорят в мире. Для нормальный спокойный член общества, который не будет агрессивным, который вернется или способен вернуться в социум и не будет представлять какой-либо опасности. Так вот, есть очень много разного, что по ходу конечно хотелось бы сказать, но еще раз повторюсь, что что может делать учреждение с этим человеком. Но не может оно обязано его перевести, потому что это человек с конкретным заболеванием. Такое учреждение, которое было бы медицинским и позволило предоставить этому нуждающемуся в помощи надлежащую психиатрическую помощь. и в этом смысле важно ответить на вопрос, почему мы бездействуем. Мы с вами как общество, потому что если мы об этом не будем говорить, если мы не будем требовать соблюдения минимальных гарантий, я повторюсь, это минимальный пакет гарантий для каждого из нас с вами, в том числе для лиц заключения, ведь это члены нашего общества, то вопрос нужно задавать к себе, себе самому. Итак, здесь вы увидели наверное все, что можно было увидеть, единственный момент, я обращу внимание на термин дискриминация. Пока что у нас есть, не то, что пока что, а вообще у нас есть одна лекция по теме дискриминации, которая размещена на сайте, вернее, прошу прощения, на ютуб-канале под названием Дигнити. Это канал в ютубе нашей организации Кадыркассет, и эту лекцию о дискриминации, управе на недискриминацию ведет Александр Джовтис. Лучше него вряд ли кто-то в Казахстане сможет прочесть эту лекцию, и я бы призвала вас обратить на нее внимание, послушать в качестве подкаста хотя бы, если вы не захотите смотреть презентацию. Но так, чтобы понять, что такое дискриминация, одним словом, можно определить как неравенство. Неравенство людей по какому-либо признаку. Например, заключенные, согласно уголовно-исполнительному кодексу, имеют одинаковый статус, они ничем не отличаются, и их статус называется осужденный. они имеют одинаковые права в зависимости только от вида режима учреждения и от условий, на которых они содержатся, облегченные, общие или строгие условия. Но одинаковые правила, например, не выходить за локальную зону, локалка, говорят, или локальный участок. Но что вы можете увидеть в учреждении, когда пойдете в любую колонию Казахстана. Есть заключенные, которые передвигаются свободно, а есть те, которые только находятся в локальной зоне или локальном участке. Те, которые передвигаются, они могут находиться на хозобслуге, то есть выполнять некоторые функции, которые осужденные должны выполнять. То есть, допустим, они являются дежурными, осуществляющими уборку. К примеру, двухчасовая нагрузка работы в учреждении это предусмотрено в Главном исполнительном кодексе. Но есть и такие, которые носят повязку на руке и их называют помощниками администрации. Если мы посмотрим в Главный исполнительный кодекс, вы увидите самодеятельные организации, да, недопустимые, и вот один из видов таких организаций называется секция правопорядка. это те, кто носит повязки и могут передвигаться, но не согласны Главно исполнительному кодексу, а непонятно согласны чему. Потому что, как вы знаете, если такое правило содержится в нижестоящем правовом акте, оно не должно действовать, если оно не закреплено в вышестоящем. То есть, все ограничения прав человека допустимы только ниже закона. Если это постановление правительства, приказы, министерства, правила, инструкции и так далее, то все они должны соответствовать закону, кодексу тем более. Так вот, если мы говорим ограничения одних в отношении других, это все закреплено должно быть в законе. В законе нет, значит, не позволено ограничивать, например, право на недискриминацию. То есть, нельзя отдавать привилегии одним и ущемлять других. То есть, мы говорим, один статус у этих людей, но одни имеют привилегию выходить за границы локального участка, другие нет. И вот в этом уже допускается неравенство. По какому-либо признаку, по любому признаку, это может быть полраса, язык, национальность, социально-должностное происхождение или еще что-то, но неравенства не должно быть. Поэтому, когда мы видим подобное, им следует определенный вывод. Можно перейти к следующему видео. Мадина перескочила, и там вы увидите тот термин пытки, который закреплен в конвенции против пыток. Здесь вы увидите сильную боль или страдание физическое или нравственное. Вы увидите субъект, которого нет в нашей статье 146, лицо, выступающее в официальном качестве. Ну и что, наверное, важно отметить примечание к этому термину. Боли или страдания не являются пытками тогда, когда они причиняются в результате законных санкций. Например, арест, который предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом, как мера принуждения для человека или арест как мера взыскания согласно административному кодексу, к примеру, то есть в законном порядке. И именно этот арест причиняет страдания, вот это не является пыткой. Если мы говорим разные другие случаи, тот же кетлинг или тот же буллинг или то же изнасилование, то очень важно смотреть на условия, в которых происходило то или иное действие или бездействие и факторы, которые способствовали, влияли. Тогда мы можем, и вот здесь важны будут детали, тогда мы можем квалифицировать, были пытки или не были пытки. Законом установлено действие, например, кетлинг, предусмотрено ли законом, который так или иначе касается функций органов внутренних дел, то есть возможность брать в кетлинг в окружение, в кольцо и не выпускать более трех часов. Нет, не предусмотрено. При этом, когда мы говорим, есть обстоятельства, человека не выпускают оттуда, ни по нужде, не дают, ни пить, ни есть, не информируют о правах, не предоставляют конкретную информацию, почему он оказался в кетлинге или она, или последний случай 14 детей, две женщины и один их отец в Астане, тоже определенное время провели в кетлинге, то есть это недопустимо, вот это означает запрет, который предусмотрен Конвенцией ООН против пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения наказания. Подобная власть не предусмотрена законодательством Казахстана, та власть, которой воспользовались сотрудники полиции в отношении этих граждан. На следующем слайде, что мы можем посмотреть? Чем отличаются? Нужно ли различать? Ну, например, Комитет по правам человека в таком документе, как замечание общего порядка номер 20 по статье 7 факта гражданских политических правах, там, где Комитет по правам человека разъясняет, что такое пытки, какие обстоятельства могут быть, можно или нельзя ограничивать данное право, то есть его нельзя ограничивать. Задается вопросом и отвечает на этот вопрос Комитет по правам человека, что можно и не разграничивать виды плохого обращения, то есть пытки от жестокого, от бесчеловечного, от бесчеловечного, от унижающего, достоинства обращения и наказания. Почему? Потому что все они, эти виды плохого обращения, запрещены конвенцией против пыток. Но различие между пытками и другим плохим обращением вот в этих пяти критериях. цель, степень жестокости, то есть порог страданий, серьезность страданий, эффект и последствия. На следующем слайде, переключите, пожалуйста, здесь я привела в качестве примера законодательство, которое сопутствует запрету пыток в уголовном кодексе. Ну, наверное, наряду с нормативными постановлениями Верховного Суда Казахстана нужно отметить, что это первый орган, который принимает меры обычно по противодействию пыток, пыткам точнее. Существует много разных других норм, и поэтому я сказала, что казахстанское законодательство, оно выигрышное, но не в части санкций, то есть наказание за пытки, оно выигрышное во всем другом, если мы сравниваем ситуацию с законодательством других стран Центральной Азии. Почему, объясню, наш уголовно-процессуальный кодекс пошел немного дальше даже тех минимальных гарантий, которые предусмотрены Конвенцией против пыток, например, в том случае, когда указал или гласит он об этом, что запрещено выдворение или выдача, экстрадиция в ту страну, где человеку грозят пытки, но не только пытки, еще дискриминация, то есть мы уже знаем, что это такое, это неравенство, или смертная казнь. Минимальная гарантия это запрет выдачи страну, где грозят пытки только. Наш УПК идет дальше и развивает эту норму. Один момент. Второй момент. Та гарантия, что есть возможности примирения сторон, то есть тот, кто пытает, и тот, кто жертва пыток. Можно примириться, как бы, раньше такое было возможно, ну и, соответственно, освободиться от наказания по этому основанию. Сегодня это невозможно, потому что это запрет и минимальные гарантии, когда примирение должно быть невозможно по делам о пытках. Пытки – это публичное обвинение всегда, то есть то преступление, которое просто нельзя закрыть, написав заявление, что я отказываюсь от обвинения. Это преступление нечастного обвинения. Публичное обвинение означает, что просто так закрыть дело о пытках нельзя. Но, однако, в практике наблюдается иная ситуация в практике Казахстана. За пытки теперь согласно нашему законодательству нельзя по амнистии освободить человека. То есть вот эти гарантии они предусматривают, что просто так дела о пытках нельзя закрыть. Но ситуация иная. Вот то, что вы видите на экране, это нормативное постановление Верховного суда 7-9 года, где так или иначе вы можете увидеть нормы о пытках, где суд разъясняет Верховный суд для судей судебной системы Казахстана. Что является пытками, какие отличия есть пыток из смежных в составах преступлений. То есть смежные означают похожие. Как правильно квалифицировать? Нужно ли вместе с пытками дополнять обвинения убийством, к примеру, или истязанием, или превышением власти с применением насилия? То есть это похожие преступления и нужно ли квалифицировать по двум составам сразу. это для того, чтобы вы понимали, что есть достаточное законодательство для того, чтобы работать так, как предусматривается конвенция против пыток. Но проблема в основном заключается либо в практике, либо в процедурах. Практика означает применение закона. Процедура означает, прописано ли достаточно в нашем законодательстве все шаги для конкретного должностного лица. Допустим, заключенный обратился с жалобой на пытки в колонии. Что должен сделать судья? Судья может принять два решения. Принять жалобу, отказать в смысле рассмотрение. Но после того, как рассмотрел, нужно судье решить, что делать с этой жалобой. Один из вариантов это передать прокурору. Передать прокурору, а дальше вопрос, дальше ничего для судьи не прописано и неизвестно, должен ли судья осуществлять этот судебный контроль. Вот когда возникает подобная коллизия, ну как бы пробел, да, это даже не коллизия, потому что коллизия это противоречие, а здесь пробел четкий, судье ничего не остается делать, как бездействовать. Но тогда для чего человек обращался в суд? Вопрос, да, чтобы он же ведь хотел защиты или она. защиту не получил, потому что судья передал для расследования дело прокурору. А что дальше? Дальше вот ничего. Дальше только дело за прокурором, который опять-таки может спустить все в следующий орган, то есть дать поручение для проверки. и на этом будет точка. Иногда даже непонятно, на какой стадии дело. Дело прекращено или дело до сих пор расследуется, и суд не знает, и прокурор не знает, никто не знает, потому что бывают случаи, которые просто забытые. Следующий слайд, пожалуйста. Вы можете посмотреть на эти примеры и ответить про себя на вопрос, есть или нет пытки в том или ином случае, когда человека задержали, избили дубинкой и есть цель получения признания. Будет пытка или нет? Дубинка, сразу скажу, ПР-73 спецсредства, которые имеются у представителя государства или власти. Ответ будет да, потому что цель имеется избиение задержанного дубинкой. Здесь метод нам не особо важен, но подразумевается, что это должностное лицо. Самое главное здесь нужно нам определить, кто субъект. Если дубинку держало должностное лицо, либо какой-то человек, но мы точно знаем, что дубинку выдают как спецсредство только представителям власти, поэтому здесь однозначный вывод да. Дальше принуждение к соблюдению законоподозреваемого, то есть человек находится в изоляторе временного содержания, то есть в учреждении закрытого типа, допускается принуждение, то есть что-то против воли этих людей. Но против воли однако требования законные. Если мы говорим требования законные, вы знаете, есть примечания к статье 146 Уголовного кодекса, не являются пытками или в это определение не включаются действия, которыми причинили страдания, но в результате законных санкций или законных санкций должностного лица, законных действий. Поэтому в данном случае будет еще вопрос, нам непонятны обстоятельства, которые сопутствовали, и здесь нужно уточнение. Если мы такие детали получаем, то тогда уже можно сделать вывод, есть пытки или нет, то есть есть состав все четыре элемента, которые мы ранее назвали или нет. Переходим к следующему примеру. Человек или люди вышли на протест. это не понравилось по каким-то причинам или мешало властям. Вот с целью прекратить этот протест, рассеять люди, которые перестали уже быть мирными, были применены дубинки и люди были избиты. Будут это пытки или нет? Здесь главный признак переставшую быть мирной демонстрацией. На следующем слайде пока не надо перелистывать. Вы увидите все критерии, которые нужно оценивать, когда мы делаем вывод, пытки это или нет. То есть вышли за границей, которые предусмотрены возможные границы, то есть вышли за пределы власти и служебных полномочий представителей власти или нет. То здесь нам не хватает опять-таки деталей. Следующий пример. Человека подозревать в совершении преступления. Его содержат под стражей. Пытки или нет? Ответ нет. Потому что законное действие должностного лица. Цели не названы. Более того, не названы испытывали человек страдания. Следующий пример. Люди задержанные. Это означает еще не заключенные. Отличие между задержанным и заключенным можно найти в определении термина в таком документе ООН под названием свод принципов в отношении задержанных или заключенных в какой бы то ни было форме. Задержанный это без приговора суда. Заключенный это с приговором суда. То есть есть бумага под названием судебный акт. И вот этот судебный акт называется обвинительный приговор. Тот, кто его имеет, он называется заключенным. Вот это разница между задержанным и заключенным в терминологии ООН. И когда задержанный это означает еще ситуация происходит не в колонии, то есть не в учреждении, где люди отбывают наказание. Это значит либо следственный изолятор, либо изолятор временного содержания. Но может быть еще спецприемник, где лица содержатся максимум до 45 дней на основании постановления суда об административном аресте, то есть за совершение административных правонарушений. Бросил окурок одни сутки к примеру ареста, это только лишь пример. Вышел на несанкционированный митинг, участвовал в нем, организовывал без уведомления, либо нарушал порядок, вот пожалуйста тебе в среднем от 2 до 15 суток административного ареста и так далее. Совершил бытовое насилие, нашли ли у тебя легкие наркотики в определенном размере, это тоже все административные правонарушения. Так вот, спецприемник, это там, где содержатся лица, значит, на основании постановления суда об административном аресте, или приемник-распределитель там, где люди могут содержаться, те, кто без документов или без регистрации по месту жительства, на срок до 30 суток, при этом срок этот может продлеваться. Заметьте, пожалуйста, вот это учреждение, мало кто об этом говорит, но еще 15 лет назад мы проводили исследование и дали рекомендации государству, что подобный вид учреждения, он серьезно ограничивает многие права человека, при этом, если административный кодекс или кодекс об административных правонарушениях Казахстана предусматривает штраф или предупреждение за отсутствие документа устраивающей личности или за регистрацию или непроживание по определенному адресу, где должен проживать человек по своему выбору, то в данном случае предусматривается либо предупреждение, либо штраф, но если ты оказался на улице, тебя задержали, то здесь по решению суда, по судебному акту, постановление, оно называется, ты можешь оказаться до 30 суток и снова в закрытом учреждении, то есть учреждение закрытого типа, откуда ты не можешь выйти по собственной воле, так вот, если там оказался, грубо говоря, это арест, термин, который используют в международном праве, подозреваемого означает, что подозреваемые это только в совершении уголовного правонарушения, такого правового статуса нет в административном праве, поэтому мы здесь имеем в виду, что это сразу ИВС, арест, ВВС, совершение преступления, здесь однозначно понятно, что нет пыток, а дальше, предупреждение побега уже вот перечисленных мной возможных учреждений, задержанных выстрелами в людей, здесь уже речь будет идти, то есть мы добавляем фактор применения оружия или специальных средств или физической силы, для них есть определенные правила, то есть стандарты в отношении применения физической силы огнестрельного оружия в рамках ООН и в рамках нашего национального законодательства, по сути это законное действие, но важно смотреть, соблюдалась ли процедура при этом, то есть мы говорим установленная законом процедура, последовательность действий, например, такая, если представители власти применяют оружие, он должен сказать стой иначе стрелять буду, сделать предупредительные выстрели и только после этого, то есть если вот эта процедура была соблюдена, соответственно здесь вопросов пренебрежения ей или превышения власти полномочий не будет, но как только процедура не будет соблюдена, сразу будет возникать, даже если это законное действие, то нарушены ли границы и пределы той власти, которая предусмотрена. Не хватает деталей и поэтому здесь будет вопрос, есть ли или нет ли состава преступления пытки. И следующий пример непринятия мер для искоренения тюремной субкультуры, то есть дискриминация из категории отверженных, мы уже его разобрали. Здесь ответ да. Пыт имеет место, может быть, не пытки, но именно вот в этой части непринятия мер жестокое обращение. На следующем слайде, пожалуйста, нажмите здесь те критерии, которые подлежат оценке при определении превышения власти или пределов границ, при оценке были пытки или нет. законность, цель, ради которой было применено оружие или сила, насколько она была чрезмерна, был ли соблюден баланс или пропорциональность, размерность применения именно силы огнестрельного оружия именно в той ситуации, которая была. Беспомощность жертвы означает либо возраст человека, то есть самой жертвы, либо нахождение его под контролем, вы здесь видите, когда человек не может не принять каких-либо мер по своей защите, по даче отпора, то есть реагированию. Он может, но это будет неэффективно для него, поэтому он выбирает наименьшее сопротивление с наименьшими последствиями негативными для него, то есть когда человек в силу возраста или какого-то другого состояния, например, женщина зависит от мужчины в семье, материальный фактор, еще какой-то, еще какой-то, либо человек находится в учреждении закрытого типа, допустим, это детский дом или психиатрическое учреждение, он находится под контролем представителя власти и в этой связи этот фактор является тоже определяющим в том, может он защитить самостоятельно свои права или нет, нет, он не может, потому что он не может выйти за пределы или за границы этого учреждения, именно поэтому мы говорим, это тот фактор, где однозначно время доказывания, что пыток не было, возлагается на государство, то есть государство должно доказать, что пыток не было, показать, например, видеозапись, предоставить свидетелей, но только свидетелей незаинтересованных или каким-то иным образом, что приняты все меры для защиты этого человека, который находится под контролем. На следующем слайде здесь практически основная масса стандартов, относящихся к свободе от пыток. Мы говорим абсолютный характер, то есть пытки запрещены во всех ситуациях, неважно, кто их совершает, всегда запрещено и жестокое, и бесчеловечно унижающее достоинство обращения. Время доказывания обычно считается, но только помните, что из этого правила есть исключение, пожалуйста. Доказать, что пыток не было, обязанность государства. Человек не должен доказывать. И именно это связано с принципом призомптии невиновности. У нас есть отдельная лекция по призомптии невиновности, но в какой-то момент мы ее будем читать, скорее всего, летом, так, чтобы было понятно, когда, в каких условиях человек должен считаться невиновным, как его должны называть, до каких пор и так далее, и так далее. Так вот, следующий принцип, о котором мы говорим, или стандарт, минимальная, базовая гарантия, мы тоже об этом уже вели речь, это запрет выдачи страну, где грозят пытки. Если признание получено с применением пыток, это должно быть исключено из числа доказательств, это следующий стандарт. Такое требование тоже есть в нашем УПК, но нет требования когда, да, вот это должно быть немедленно, без промедлений, и уже есть в 16 решениях, в части из них против Казахстана, то есть мы говорим о решениях комитета ООН, есть такие стандарты, когда говорится, например, по делу Евлоева, по делу Тяна, государство должно исключить из числа доказательств или явку с повинной, или протокол допроса, или признание вины, собственно говоря, это может быть не обязательно протокол допроса, но когда мы говорим дела Евлоева и дела Тяна, то это означает, что люди дали несколько признательных показаний, вот туда вопрос, недостаточно ли было одного раза, почему несколько, следующий вопрос, который задает комитет, и это будет тоже не вопрос, только еще и требование к Казахстану, потому что комитет по правам человека использует такой глагол обязано государство своих решений, вопрос задается такой, почему суд не проверил, как были получены эти признания, и снова вопрос, а почему, а потому что у суда нет такой обязанности прописанной в УПК, то есть мы говорим о том, что не все процедуры надлежащие прописаны в нашем УПК. Подготовка сотрудников это обязанность государства, сотрудников правоохранительных органов, врачей, медицинских работников, психологов, сотрудников тех государственных органов, это могут быть социальные, медицинские или иные, которые так или иначе могут быть подвержены риску применения пыток в отношении других людей. И почему готовятся эти сотрудники, потому что мы не можем требовать от людей исполнения того, о чем они не знают. Если до сегодняшнего дня государство еще могло как-то оправдывать, может быть, что нет специального курса до сих пор нигде, который велся бы на постоянной основе достаточного курса образовательного по свободе от пыток ни в одном государственном учреждении. Есть отрывочные периодические но необязательные для каждого сотрудника, например, государственного органа Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре периодически проводят обучение прокуроров, сотрудников полиции, сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы по Стамбульскому протоколу. Да, это длится уже примерно лет 8. Верховный суд своей Академии правосудия на постоянной основе периодически, то есть это не комплексное обучение, но периодическое. Через каждые 5 лет в качестве повышения квалификации или переквалификации Академия правосудия проводит курс. Смотрите, один день по всем правам человека их более 50, то есть это невозможно знать все относительно того или иного права для судей разных уровней, но в этом плюс, да, в этом плюс, что суди периодически каждые 5 лет проходят обучение. Например, я один из лекторов, который более 6 лет уже в Академии правосудия занимается обучением, но я отмечу, в течение одного дня мне выделяется 4 часа, за эти 4 часа я покрываю 4 темы. Очень поверхностно мы проходимся по свободе от пыток. Таким образом, мы не можем предъявлять полные требования представителям власти о том, что они знают содержание свободы от пыток. Но с другой стороны, вот это обучение, это обязанность государства. Теперь с сегодняшней публичной лекцией мы можем сказать, что есть уже доступ и никто не может сказать в Казахстане, что он не обучен. Он может посмотреть эту лекцию, послушать и хотя бы что-то узнать по свободе от пыток. А далее это уже обязанность государства. доступ к юристу и врачу это обязательная гарантия. И как вы видите, это и последующие меры или стандарты по сути составляют отдельные права. И мы говорим эти права сопутствующие или представляющие гарантии в составе свободы от пыток. То есть каждое право или свобода состоит из нескольких элементов. Самое большое это право на справедливо судебное разбирательство. Но пытки это тоже немаленькое. Вы здесь видите эти стандарты. Доступ к юристу врачу, но с оговоркой по выбору самого человека. Информирование родных, близких о том, где находится. Вспомните события 19-го года июнь. Массовые задержания увезли людей в неизвестном направлении. Большие срока предусмотренного для задержания, срока УПК без вручения судебного акта, а спустя 2-3 дня были судебные процессы. Были случаи, когда и не было процессов. Хочется сказать, что... Я выключу звук, извиняюсь, не обижайтесь. Но если вы хотите сказать что-то, поднимите руку, я увижу, хорошо? Доступ к семье и друзьям. Это право на свидание, к примеру. И оно нарушается в случае, если мы говорим спецприемник. Положение спецприемника, закон о порядке условий содержания под стражей обвиняемых подозреваемым в совершении правонарушений. Любые правила инструкции, они не включают право задержанного в административном порядке. На основании постановления суда об административном аресте право на свидание не предусмотрено. И это нарушение в частности вот одного из элементов свободы от пыток запрет содержания инкоммуникада. Инкоммуникада означает неизвестно где содержат и в условиях отсутствия связи с внешним миром. Например, какие критерии могут быть? Отсутствие доступа к радиотелевидению, отправлению писем, телефонных звонков, передачи посылки, свидания. прием независимой инспекции, например, общественной наблюдательной комиссии, национальный превентивный механизм, прокурорские проверки ежедневные, если это изолятор временного содержания, спецприемник, приемник распределителя, и периодически, если это другие учреждения уголовно-исполнительной системы, например. Расследование. Здесь целый блок, он должен касаться таких критериев, как расследование должно начинаться всегда, если поступило сообщение о пытках, письменное или устное. По законодательству Казахстана также сообщение не обязательно должно быть письменным о пытках. Есть еще и очень важный документ, название чуть позже я вам о нем скажу, сегодня мы его упомянем. Он достаточно новый, он введен в действие 31 декабря 2020 года, то есть 6 месяцев уже действует, чтобы вы знали. Это приказ генерального прокурора об утверждении инструкции. Вот в этой инструкции есть три пункта, которые касаются расследования дела о пытках. Один из этих пунктов говорит, что сообщение оно всегда регистрируется в ЕРДР, то есть единый реестр досудебных расследований, потому что есть проблема, когда сообщение кузируется, то есть книга учета информации, раньше куз был, сейчас КУИ. Книга учета информации отличается от ЕРДР тем, что проводится служебная проверка в КУИ, если регистрируется. Это означает, грубо говоря, не возбуждение расследования, а просто служебная проверка, которая может тоже завершиться очень быстро, и вердикт ее будет такой, что нет признаков или оснований, достаточных для проведения расследования. Но еще раз повторюсь, как международные стандарты, так и инструкция генпрокуратуры говорят, любое сообщение регистрируется в ЕРДР, это означает, начинается расследование, не проверка служебная, а расследование. Но мы видим в практике, подобные нарушения не продолжаются. То есть обязанность расследовать любое сообщение. Дальше, эффект. эффект означает, что в результате расследования жертва будет защищена, истинно по делу будет установлена, и виновные понесут наказание, а наказание возможно, как известно, только на основании обвинительного приговора суда. Жертва будет защищена означает, не только будет постановление о признании потерпевшим, но еще и будет предоставлено надлежащее возмещение. Возмещение включает в себя пять стадий. Реабилитацию, сатисфакцию, компенсацию, неповторение подобных нарушений и реституция. То есть вот эти пять стадий или форм, они составляют понятие возмещения. И об этом тоже есть международный документ ООНовский, который может быть прямым руководством для правопрямителей. Быстрота расследования означает немедленно, нисколько не должно пройти времени для того, чтобы расследование по сообщению о пытках должно начаться. К примеру, по делу Олега Евлоева комитет против пыток признал, что шесть месяцев это чрезмерно долгий срок. Долгий срок после того, как Олег Евлоев на допросе прокурора сообщил ему, что были пытки, что есть видеозапись, пожалуйста, поднимите, посмотрите. А вот уже в суде, когда спустят девять месяцев, начался суд в главном судебном разбирательстве по объединению Олега Евлоева совершения убийства, он снова заявил о пытках. И там ему вообще запретили говорить об этом, потому что при присяжных об этом якобы говорить нельзя. более того, есть еще нарушение одного стандарта, когда он заявил о пытках, этот стандарт проявлен тоже в деле Александра Герасимова против Казахстана, Расим Байрамов против Казахстана, и то, чего не содержится в нашем казахстанском праве. Человек, не будучи даже в статусе потерпевшего, но заявляющий о пытках и имеющий доказательства, считается лицом, чьи права нарушены. И он вправе даже без постановления о признании потерпевшим обратиться в суд в гражданском порядке за компенсацией вследствие нарушенных прав. То есть, грубо говоря, жертва пыток, если по делу даже нет обвинительного приговора, потому что мы же понимаем, что вообще никогда могут быть эти пытки не расследованы. И вопрос о том, что будет ли обвинительный приговор о пытках? Нет, только 4% дел максимум доходит до суда и более того 2% заканчивается вынесением обвинительного приговора о пытках из всего объема сообщения о пытках в Казахстане. Что здесь важно? То, что этого человека, сообщающего о пытках, что в отношении него допускаются пытки, государство обязано защитить, если не способно наказать виновных и вынести приговор, то хотя бы предоставить компенсацию за нарушенные права. Это положение или международный стандарт содержится или основывается на таком документе, как тоже это документ международный, то есть принят он, декларация о защите жертв злоупотреблений властью. Вот это название этого документа. В нем есть два термина. Жертва нарушения прав человека и жертва преступления. Отличие их, как я уже сказала, в процессуальном статусе. У жертвы преступления нет постановления о признании потерпевшим, у жертвы, чьи права нарушены, вернее, у жертвы преступления есть постановление о признании потерпевшим, у жертвы, чьи права нарушены, нет такого постановления и может никогда и не быть независимость органа осуществляющего расследования одна из ключевых проблем которые до сих пор казахстане не является разрешенной то есть обычно что происходит человек жалуется на пытки или на причине страданий если кому-то режет слух со стороны сотрудника допустим государственного органа и эту жалобу потом оказывается в руках его коллеги то есть в том же органе на который он жалуется вот это такой самый простой пример отсутствие независимости орган расследования беспристрастность означает без эмоции без личного отношения к тому какое дело расследуется например не должно быть важно что жертва пыток алкоголик наркоман что происходило по делу ошибок дмитрия ракишева когда дело рассматривалась в суде города степногорск я была представителем потерпевшего я вам скажу что постоянно мы слышали плохие характеристики умершего дмитрия ракишева но очень мало мы оценивали или слышали в суде за четыре месяца о том почему обетов совершил преступление каковы каковы его характеристики почему он должен понести соответствующее наказание и вообще доказательства были ли приняты его внимание или нет потому что два месяца к примеру я только и говорила уважаемый суд верните дело на доследование вернуть дело на доследование по одной простой причине что человек умер а при квалификации никто не увидел что человек умер то есть это последствия которые невозможно не увидеть и мне приходилось четыре раза заявлять одно и то же ходатайство неправильная квалификация еще одна проблема и одна из причин это тоже беспристрастность когда в маленьком городке в каком-то районе рука руку моет грубо говоря отсутствие беспристрастности независимости это основной фактор который влияет на прекращение дел по сообщениям опыта расследование должно начинаться даже в отсутствие жалобы это очень важный фактор и он тоже имеет место и реализован например в деле олега его его против казахстана криминализация пыток это тот стандарт который реализован в казахстане то есть статья 146 уголовного кодекса запрещают пытки предание суду виновных каждый виновный виновный должен понести наказание но наказание должно быть таким же таким же тяжким характером как и сами пытки вот этот стандарт средства эффективной защиты относительно виновности 1 относительно приговора 2 относительно защиты самой жертвы 3 и реабилитации реабилитации жертв и так по средствам эффективной защиты вы можете услышать отдельную лекцию посмотреть она уже у нас выложена в youtube канале и формы возмещения вреда это на период уже реабилитации то есть пост судебный или послесудебный период следующий слайд пожалуйста как и что исполняется один из примеров вот на слайде тогда когда мы начинали проект по имплементации решений комитета фон задумывалось что группа экспертов их на сегодняшний день в 17 или 18 готовит дорожные карты по по демонстрации для государства как можно исполнить решение комитета фон в отношении казахстана на тот момент момент их было три года назад даже не было 20 на сегодня их 49 из них 16 опытках и вот по каждому из решений эксперты вот группа из 17 человек подготовили дорожные карты в них пошаговая инструкция какой госорган какое действие должен предпринять какие сроки мы предложили эти дорожные карты государственным органам обсудили с ними в рамках семи и закрытых встреч потому что чтобы обеспечить более или менее эффективный диалог и посмотреть намерение государства или отношение к этим дорожным картам на сегодняшний день что на сегодняшний день мы направили более 300 запросов о том как исполнены или что было принято в рамках этих дорожных карт получили около 174 если не ошибаюсь ответов то есть не на каждый запрос получили ответы и готовим доклад о том как казахстан ну на каком этапе сейчас казахстан по исполнению решений комитета фонд потому что это прецедентное решение стратегически важный и уже прошло более 10 лет с момента первого решения это был май июнь 2011 года первое решение против казахстана о пытках она была и называлась той джон абду саматов и 26 узбекских беженцев против казахстана когда комитет против пыток признал что выдача этих граждан узбекистану является нарушением конвенции против пыток то есть казахстан нарушил свои обязательства так вот какие запросы мы направляли государственные органы разные в том числе опыт что предпринято государством на один из таких запросов верховный суд нам не ответил а предмет нашего вопроса как был простой что сделано государством для того чтобы суды не применим не применим не принимали документ под названием явка с повинной или признательные показания в совершении правонарушения которые были получены с принятием пыток получается если ответа нет мы можем судить что ничего не предпринято судебной системой это один из основных факторов который будет влиять на вывод о том каков все таки индекс казахстана по свободе от пыток это первое второе как казахстан соблюдает то есть можно говорить о том что практически не соблюдает требования конвенции против пыток потому что эти гарантии не постоянно нарушаются третий вывод о том как казахстан исполняет решение комитета фон ответ никак никак за исключением иногда вводится в законодательство изменения но уже вопрос второй соответствует ли они международным минимальным стандартам по свободе от пыток и другим правам или же в части исключение будет того что девять государственных органов включаем в дм будсман верховный суд генпрокуратуру миор министерство информации общественного развития и другие то есть 9 государственных органов разместили тексты решений комитета фон на своих официальных сайтах но с оговоркой не все решения не все решения вы там увидите а где найти все решения либо на сайте оон либо вы тоже можете обратиться к сайту нашей организации кадр кассиев где в разделе решений комитета фон вы найдете как тексты решений комитета фон так и дорожные карты к ним следующий слайд пожалуйста тот документ который я уже обозначала инструкция по организации надзора законности уголовного преследования введен 31 декабря 2020 года предприказом генпрокурора привлекает внимание три пункта первый из них пункт 3 там где указано что прокуроры областей надзирают за законностью по делам о пытках следующий слайд тоже цитата из этой же инструкции теперь пункт 4 прокуроры либо замещающих лица выезжают на места по делам о пытках следующий слайд 55 пункт это инструкции здесь уже некая процедура процедура первая что сразу руководитель органа прокуратуры должен знать как только поступила информация о пытках то есть пожалуйста имейте ввиду что ответственность за все что будет происходить лежит в том числе на руководители органа прокуратуры второй момент что заявление немедленно регистрируется в ердер по статисту 46 это означает что не будет служебной проверки а что должно быть расследование ну и описываются те процессуальные действия которые первыми должны быть предприняты это допрос потерпевшего и должностных лид на которые указывают осмотр места происшествия изъятие записи видеокамер наблюдения освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза потерпевшего раньше было еще и экспертиза в отношении предполагаемых виновных или подозреваемых как мы имели ввиду согласно у пк но сейчас этого требования как вы видите и еще мера предусмотрена главой 12 пк по обеспечению безопасности заявителя в случае его нахождения под стражей ограничение доступа к нему посторонних до закрепления доказательств и окончания расследования когда не терпят отлагательства эти следственные действия могут быть проведены после принятия уголовного дела в свое производство следующий слайд то есть это новшества которых обычно не говорится на семинарах ну и они такие на ней под законном акте установлены однако это требования относящиеся к прокурору и возлагающие ответственность в том числе за надзор по делам о пытках на прокуратуру это очень важно и этим следует пользоваться здесь вы увидите дальше примеры которые вам позволят сформировать мнение какие доказательства следует фиксировать если имеют место пытки например заключение особенно экспертизы заключение психолога специалиста или врача-психиатра количество раз вызов скорой медицинской помощи это в журналах регистрации если человек содержится в местах заключения рекомендации врачей соответственно потребуется обращение к медицинской документации если это скорая помощь то сигнальные листы хотя бы если это врач поликлиники то медицинская карта ну и так далее то есть документы есть как вне учреждения закрытого типа так и внутри поэтому все что может касаться обязательно нужно фиксировать отказ от госпитализации в случае если не вы его подписали вместо человека никто не вправе подписывать отказ госпитализации так гласит наше законодательство и если кто-то отказывается то как случае с дмитрием ракешева это должностное лицо обязана написать но опять-таки это незаконно это превышение власти так что вы понимали что вместе с пытками может идти расследование и по другим фактам которые представляют себя отдельные нарушения прав человека отдельные преступления на следующем слайде вы увидите примеры того как можно доказать наличие негуманного обращения с заключенными по статье 10 пакта гражданских политических правах который запрещает негуманное обращение заключенным пример жаслан сулиминов против казахстана решение вынесено комитетом по правам человека данном случае речь идет об одиночном заключении об отсутствии пандусов для передвижения на прогулку для доступа к государственным зданиям зданием государственных органов точнее для возможности получать необходимую медицинскую помощь и специальный уход на постоянной основе причем да что это осуществление базовых потребностей важно понимать и аргументы которыми руководствовался комитет аргументы такие что пенитенциарная система не должна своем подчинении иметь медицинскую службу ну и как я уже говорила ранее сейчас как раз идет процедура прям сейчас параллельно с нашей лекцией когда вопрос передачи медицинской службы рассматривается ну представлен общественному обсуждению в одном из проектов закона на следующем слайде еще один пример о котором тоже мы говорили дело дмитрия тян комитет по правам человека указал на обязанность суда проверить как были получены признания в совершении преступления и здесь данном случае не был принят факт отказа от показаний данных в ходе следствия который был получен в отсутствие выбранного дмитрия тян адвоката и не был принят во внимание запрет который стандарт мы рассматривали уже использовать доказательства полученные под пытками это является в принципе основанием пересмотра решений но поскольку то есть дмитрий тян получил отказ в этом пересмотре даже уже на основании решения комитета по правам человека и проблема заключается в том что в нашем пк нет обязанности суда принять жалобу о пересмотре приговора на основании решения комитета в этой связи суды отказали дмитрию восстановление его прав и соответственно не выполнили решение комитета он там человека следующий слайд мне кажется что уже конец а нет не конец жертва жертвах мы уже говорили много слайд пустой обратите внимание следующий слайд права потерпевшего о них тоже мы уже говорили и про жалобу и про то что рассматривается без промедления без задержек и про то что когда человек подает жалобу нельзя за это его наказывать следующий слайд пустой жалоба следующий слайд унк нпм то есть это институты общественного контроля слайд тоже пустой скажу потом почему дальше расследование слайд пустой дальше общие требования к расследованию мы уже говорили одного расследования недостаточно важно чтобы в результате его были наказаны виновны остальное уже мы сказали исключение составляет вот смотрите показания полицейских не являются независимыми то есть международный стандарт гласит что если предполагаемые виновные в своих показаниях я не пытал цена этим показаниям должна быть очень низкая на этом основании нельзя прекращать расследование по делу о пытках следующий пожалуйста принципы расследования о них в принципе мы уже говорили единственное что возможно требует ну как бы большего внимания это факт что исключить важно влияние виновных наше законодательство новая инструкция генеральной прокуратуры не предусматривают важность отстранения временного от должности предполагаемое виновное лицо то есть подозреваемого или обвиняемого в пытках то есть немедленно да чтобы у него не было никаких ресурсов для воздействия на расследование или на предполагаемую жертву вот это важно об этом мы не говорили дальше пожалуйста сопутствующие права опять ноль информации спасибо за внимание теперь немножко поясню можете убрать презентацию вам спасибо почему слайды пустые потому что смысла говорить о том что не реализовано пока в казахстане или то что соблюдается с недостаточной степенью об этом говорить смысла наверно уже нет потому что постоянно говорить это значит привыкать к тем проблемам и просто слышать и не реагировать именно поэтому я сегодня такой подход выбрала что слишком долго останавливаться на тех постоянных проблемах которые до сих пор не решены они постоянно повторяются у нас вернее нашему правительству казахстана различными комитетами он я прошу коллег кто желает вот сейчас время 1206 принципе прошло два часа вступить дискуссию задать вопросы от рефлексировать если хотите да пожалуйста вот альжан руку подняла альжан дарибаева адвокат из города семипалатинск вам слово не слышно прошу прощения вас плохо слышно я вас слышу но можете говорить хорошо она расскажите пожалуйста вы сказали по пыткам возмещение морального вреда без установления вины если в практике такое поскольку насколько мне память не изменять лет пять тому назад мы пробовали вот так подать в гражданский суд но однако нам отказали подать комитету вам по правам человека однако клиент испытавший пытки не захотел пойти до конца и сейчас есть ли вообще практика возмещения вреда первое второе если статистика обобщенная по этим делам сколько рассмотрено и пусть без установления вины например скажем у нас был случай что в учреждении человеку принесли пытки сломали заднюю часть челюсть черепа но он заходил туда здорово вышел ну практически инвалидом и вот здесь вот государство никоим образом не стало даже уголовное дело в конце скажем возбуждать против виновных лиц которые действовали против этого человека спасибо на моей памяти есть только два дела вы не узнаете это дело под названием александр герасимов против казахстана второе дело россии барама против казахстана когда суды кустанайской области вынесли решение в пользу этих двух жертв пыток решение по которым приняты комитет омон против пыток что казахстан нарушил гарантии этих людей до которые были предоставлены им конвенции значит на основании решений комитета фон против пыток этим людям был была взыскана компенсация герасимов 2 миллиона тенге барама 100 тысяч тенге за пытки это в отсутствие обвинительного приговора о пытках статистики у меня нет потому что доступной статистики нет на сайте верховного суда то есть говорить о том что это практика нет это не практика более того в законодательстве ну давайте возьмем гражданское законодательство казахстана это тоже не предусмотрено как вам известно как адвокату и разъясняя больше наверно для граждан не юристов здесь нужно отметить что многие стандарты у нас минимальные реализованы за исключением вот этого к примеру это одно из немногих которые не реализовано в законодательстве когда человек не признан жертвой пыток но имеет право на компенсацию всего того что пытки уже были его права нарушены вот в таком порядке он согласно стандарту имеет право обратиться в суд рассчитывать на компенсацию но согласно практике тагахстана мы не можем наблюдать мы не наблюдаем спасибо айжан давайте дальше юля да нет здравствуйте всем спасибо вам за такую лекцию очень даже полезно послушать вспомнить некоторые моменты обновить свои памяти я вот она хотела просто поинтересоваться у вас а вам известно о том что сейчас либо по казахстану имеется ли какие-то дела в производстве орган досудебного расследования по пыткам либо в судах вот просто интересно либо вы тоже не наблюдаете статистику по категории таких дел спасибо статистика она как вам известно она доступна на сайте комитета по правой статистике в частности о количестве возбужденных дел переданных суд тех лицах которые значит по приговору признаны виновными в том числе о размере видах наказания и так далее то есть первое в качестве ответа статистика есть второе на сегодняшнее дело одна из один из последних примеров это вот дело рассматриваемое судом в туркестанской области о пытках где не один а несколько сотрудников правоохранительных органов на скамье подсудимых по делу именно о пытках по статье 146 то есть мы не говорим что нет совсем обвинительных приговоров они есть но по очень ограниченному количеству дел я думаю что цифра ну исходя из общего возьмем средний показатель 20 дел в год 20 приговоров в год вот примерно так сравниваем с молдовой я всегда провожу эту страну у них 40 обвинительных приговоров вот так что было понятно да молдова какая страна по объему полка значит по территории и по количеству населения и казахстан сразу станет понятно что это абсолютно несоразмерно то есть там чаще выявляются может быть не от того что чаще пытки допускаются от того что расследование на таком уровне когда исключительно независимый отдел генеральной прокуратуры расследует такого рода дела о пытках и при этом если привлекаются к ответственности то весе выяс полностью потому что не может быть такого что кто-то в этом учреждении закрытого типа не знает о том что пытки применяются когда весе вы сажается за решетку тогда есть эффект вот это их принцип да пожалуйста еще кто желает айжан нет или у вас прошлого раза рука висит поднятой уважаемые участники спасибо вам огромное за внимание если есть еще желающий задать вопрос или свой комментарий пожалуйста вы можете это сделать она большое спасибо коллекция была интересна как всегда хорошо что есть возможность самому вспомнить что-то хорошо что есть возможность получить от практика хорошее разъяснения поэтому большое спасибо за то что мы сегодня услышали и увидели спасибо если нет вопросов комментариев тогда мы с вами попрощаемся и напомню 26 июня ежегодно весь мир празднует такой день под названием всемирный день поддержки жертв пыток мы будем вам признательны если вы поделитесь видео с лекцией любым постом который идет на тему противодействия пыткам вот период до 26 июня если вы поддержите самих жертв пыток я сейчас говорю о конкретном например деле дело валерия ибрагимова который 17 лет тот был за убийство лишения свободы в период заключения он был у него ампутировали ногу более того его против его воли документировали в качестве гражданина азербайджана и сейчас хотят выдворить из страны из казахстана в ту страну с которой у него никаких связей нет ни родственных и только вы исключением этого паспорта который мы выдали в период отбытия наказания там где у него нет ни дома не семьи ничего при этом это делается в наказание за уже отбытое им правонарушение как известно не граждан казахстана в нашей стране не держит если они совершили преступление не важно если даже они отбыли за это срок поэтому если вы увидите дело ибрагимова пожалуйста помогите им не проходите мимо когда вы видите жестокое обращение бесчеловечное унижающее поддержите своим репостом своим экспертным потенциалом оценкой потому что очень важно когда эти жертвы получают поддержку если вы участвуете в институте таком институте общественного контроля как национальный превентивный механизм или общественно наблюдательная комиссия тоже очень важно наблюдать за тем как рекомендации которые вы дали в ходе посещений и после соблюдается или нет когда мы говорим как эти рекомендации отслеживать посредством направления писем в том числе контролирующему органу мы говорим о прокуратуре не принять те мер как вы видели из новой инструкции это как раз тот фактор когда в том числе прокурора вполне можно привлечь к ответственности за пытки потому что это означает не реагирование или молчаливое согласие попросту вот проблема это что разные формы соучастия в пытках они мы их не разглядываем мы их не можем разглядеть до такой степени не можем что забываем все на свете нам важно что вот только первые исполнители привлечены к ответственности на самом деле мы таким образом не боремся с пытками важно всю цепочку возможную раскручивать и обращать внимание на то кто кого мы упустили это был организатор это был исполнитель это тот кто помолчал это тот кто подстрекал или с чьего молчаливого согласия это происходило вот это тоже проблема потому что ведь люди которые это допускают они продолжают оставаться у власти но и отслеживание судьбы тех кто подавал жалобы и сейчас о них ничего не известно это может быть тоже и для последующих проектов например правозащитных организаций или адвокатов проектов которые могут спонсироваться или